Слава Господу, дорогие братья и сестры! Действительно, есть только одно место, где мы можем обрести мир и покой своей душе, и мы бегим ко кресту, чтобы успокоиться. Как сказал Иисус, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные, да, и вы найдете покой душам вашим. Мы откроем Кригу притч, 22 главу, прочитаем один стих. Первый стих. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Братья и сестры, есть хорошие вещи, очень хорошие вещи, но есть лучшие вещи. Нет ничего предусудительного, чтобы иметь богатство. Если оно честно нажито и добыто, это хорошо, когда человек может пользоваться, как говорит Соломон, опять же, тем, что у него есть. И он говорит о том, что это дар Божий. Если человек заработал, и он может пользоваться этим имуществом. Ну, а здесь Соломон говорит о том, что доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. В одном из переводов сказано в греческом оригинале, имя предпочтительнее большого богатства. «Добрый нрав лучше серебра и золота». Мы знаем, что часто люди в этом мире, для того, чтобы приобрести богатство, они теряют свою совесть, они теряют свою честь, они угнетают и обманывают людей для того, чтобы иметь выгоду. Алчность и жадность толкают людей на преступления. Продажа наркотиков, алкоголя, торговля людьми – это то, что губит миллионы людей. Люди, которые на порнографии зарабатывают миллиарды долларов. Но я хочу сказать, что сколько проклятий снисходит на жизнь этих людей и на их семьи, и мы видим и знаем очень много жизненных примеров. Хочу сказать вам даже, вот люди, которые никогда не ходили в церковь, их обижали. Но потом мы видим, что приходит в жизнь этих обидчиков. Поэтому люди не останавливаются ни перед чем, только для того, чтобы добыть. Как одного миллиардера спросили, а сколько вам нужно еще, чтобы удовлетвориться этим? Он говорит, чуть-чуть больше. То есть у алчности и жадности нету ограничений. Хочется еще чуть-чуть больше. Как говорит Соломон, что у похоти две дочери – дай, дай, и что? И они ненасытимы. Сколько ты их не корми, они не получат насыщение. Поэтому Соломон, который действительно прожил очень насыщенную жизнь, и он говорит, я предался тому, чтобы все исследовать, все испытать, все проверить. Он был очень богатым человеком. И он сказал эти слова, что доброе имя лучше большого богатства. Но смотрите, что говорит Писание, 1 Писание, Фессалоникийцам, 4 глава, 6 стих. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво». Чтобы получить от него корысть. Дальше звучит такой страшный приговор. Потому что Господь – мститель. Мы знаем Бога благодати, мы знаем Бога любви. Но здесь сказано, что Господь – отомститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Это не Старый Завет, это Новый Завет. Апостол Павел говорит о том, что тот человек, брат верующий, человек, который поступает противозаконно и корыстолюбиво, Павел говорит о том, что Бог будет с ним разбираться. Кто-то сказал, вы слышали такую фразу «в бизнесе нету брата, сестры». Слышали такое выражение? Ну, бизнес – это бизнес. А церковь – это церковь. Я думаю, что это неправильное выражение. Господь говорит, что он отомстит за корыстолюбие, которое человек проявил против своего брата. Знаете, когда я уверовал, я постарался привести все мое прошлое, насколько это было возможно, в порядок. Я понимал, что если идти за Богом, значит, нужно привести все в порядок. Не играть в церковь, не играть в верующего человека, но нужно было привести это в порядок. Я нашел одного человека, сказал ему, я стал христианином, я нанес тебе вред, ущерб, я забрал у него кое-какие вещи, я говорю, я хочу это возместить. У нас была беседа, он сказал, я рад за тебя, что твоя жизнь изменилась, нашел еще одного человека, тоже привел эти все вещи в порядок, хотя это стоило больших денег. Но, знаете, после этого у меня выросли крылья. Свобода. Соломон говорит, что лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Потому что мы знаем примеры, когда богатые сидят на своем богатстве, ну, миллиардеры, не говоря о нас, там, миллионерах, да, вот, люди, которых есть много, и вот они имеют постоянную тревогу в своем сердце. Беспокойство. Написано, он с беспокойством в темноте, опять же говорит Соломон, что делал? Хлеб свой ел в великом раздражении. Ну, я верю, что мы, когда ложимся спать, мы вот спокойны, нам нечего переживать. Поэтому что, лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Я вспоминаю одного братка, называю его братком, да, братом трудно назвать, строителя, который покупал для работы дешевые материалы, выдавая их за качественные, чтобы побольше заработать. Конечно, за это он получал по шее от своих клиентов. Да. Слово Божие говорит, что из-за тебя хулится имя Божие у язычников у мира. Проповедуя, не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуя, прелюбодействуешь, гнушаясь идолом святотатствуешь, хвалишься с законом, а преступлением закона бесстешься с Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Сильное слово. Которое приводит в трепет. Имя Божие. Имя Божие, которое мы носим. Имя Божие, которое на нас. Если мы неправильно поступаем, и мир говорит о том, он же верующий или она верующая. К сожалению, но, как говорит апостол Павел, некоторые попадают в сеть. Первое послание Тимофея, 6 глава, 6 стиха. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Помните, как сказал Ио? Нак, пришел я в этот мир. И что? Нак и возвращусь. В землю. Ничего мы с собой не возьмем. Поэтому, имея пропитание и одежду, что будем довольны тем, а желающие обогащаться, впадают в искушение и в сеть. То есть дьявол разослал сеть. И во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Пагуба значит погибель. Человек, который попал в эту сеть и он запутался в ней, да, это может прийти к такому печальному концу, как погибели. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же Божий человек, убегай от этого. А преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Существует опасность. Кто-то сказал, что проблема не в том, сколько мы имеем, потому что есть люди, которые имеют много, но их сердце не в этом богатстве. Человек может иметь совсем мало, но он будет настолько привязан к этому. Как в Писании, что вспоминайте жену Лотову, которая что, оглянулась? Она оглянулась для того, чтобы посмотреть на Содом и Гаморру. И она является печальным примером, памятником для всех людей. И Христос сказал о жене Лота. Поэтому в Экклезиасты, 7 главе, 1 стихом, опять же, Соломон говорит, «И что доброе имя лучше дорогой масти и день смерти и дня рождения. Доброе имя дороже изысканного аромата, елея благовонного, как день смерти лучше дня рождения». Доброе имя. Это не то, как мы называем наших детей. Называем там Давид, Тимофей, Павел. Нет. Это то, как люди думают о нас. Это та честь, которую мы имеем в глазах других людей. Это доброе имя. И Соломон говорит, что вот это доброе имя, оно дороже самого лучшего аромата. Благовоние. Мы знаем, что в Антиохии ученики, они первый раз начали называться христианами. Притом, те люди, которые жили в Антиохии, они были очень злыми. Когда мы читаем исторические сводки, то они были очень злыми, и они любили высмеивать других людей. И, например, когда император Иулиан посетил Антиохию, они окрестили его кличкой Козел, потому что он имел большую бороду. И они также назвали христиан с насмешкой христианами. Вот именно в первый раз верующие во Христа Иисуса, они начали называться христианами. Но я хочу сказать, что верующие восприняли это как привилегию. что они имеют этот статус, положение и честь носить имя Иисуса Христа на себе. Это деяние апостола сказано в 11 главе 26 стихом. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. И действительно, многие христиане, они пронесли это имя достойно. Они даже отдали свою жизнь за свою веру в Господа нашего Иисуса Христа. Иакова 2 глава, с 5 по 7 стих, апостол говорит, «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которые Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного? Небогатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» В той культуре, в которой находились верующего Христа, было так, что когда рождался ребенок, ему давалось имя Отца. И христианин, который принимает имя Христа, крещением во имя Его, он принимает Его имя. Он обретает особый статус и положение. «Крещение подобно вступлению в брак со Христом или же рождению и крещению в семью Христову». Имя Христа – это достойное имя. Оно оказывает честь тем, кто носит его и делает их достойными. Знаете, никакая проповедь не будет полной, если не сказать о Божьей любви, о Божьей милости. Тем, кто, возможно, слушает сегодня нас онлайн, смотрит это служение. Знаете, Бог всегда дает выход. И помни, если ты запутался в этих сетях, в сетях обольщения богатством есть выход. Даже если ты потерял доброе имя, Бог дает шанс любому человеку, пока еще есть дыхание в наших ноздрях. Есть классический пример за одного человека, который был конокрадом. И когда его поймали, ему поставили, выжгли каленым железом тавро на лбу. Две буквы – СВ. Скотский вор. И прошло время, этот человек уверовал, принял Иисуса Христа, жизнь его изменилась. И люди часто задавали вопрос, а что же означают вот эти две буквы на его челе? И они решили так. Наверное, это означает «святой». Потому что его жизнь изменилась. И когда они досмотрели на его жизнь, они действительно могли сказать, что это настоящий верующий человек. Выход всегда есть. Когда мы приходим к Богу, Он возвращает нам доброе имя. Но доброе имя пред людьми нужно заработать. Новой жизнью, новыми поступками. Поэтому доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава лучше серебра. Доброе имя лучше дорогой масти. Пусть Господь нам поможет, чтобы мы были действительно благословениями для окружающих людей. Чтобы мы имели доброе имя. Как прекрасно, когда, знаете, печально, конечно, когда люди умирают, но приятно слышать о человеке. И ты действительно иногда даже только на похоронах узнаешь, кем он был, каким он был и какой она была. И слушаешь прекрасное свидетельство, что этот человек прожил достойную жизнь. Вот это доброе имя будет еще многие годы. Десятилетия, возможно, столетия. Кто-то будет говорить об этих людях. И в Библии мы имеем много примеров, которые говорят о таких людях. Библия, она, знаете, неподкупная. Она говорит о всем. Говорит честно, открыто. О падениях святых, о их святой жизни, о правильных поступках. Так, возможно, кто-то и о нас будет говорить. Или хорошо, или плохо. Да поможет нам Господь прожить достойную жизнь, держаться нашего Господа Иисуса Христа, и чтобы имя Божие через нашу жизнь, оно не хулилось, но прославлялось. Аминь. Давайте помолиться. У нас есть возможность помолиться, пожалуйста. Господи, благодарим Тебя, что Твое Слово, оно обоюдоострый меч, который проникает в наше сердце. Оно неподкупно. И Ты показываешь нам, Господи. Благодарим Тебя, что Ты просвещаешь наше сердце, просвещаешь нашу совесть. Господи, проси все наши согрешения, все, что не угодно воле Твоей, Святой. Желаем действительно всегда носить Твое имя, отображать Твой образ, чтобы иметь доброе имя и также и пред человеками, Господи. Чтобы имя Твое, Святое, прославлялось во всей нашей жизни. Аминь.